Всем привет, дорогие друзья! Это совместный проект реальной журналистики и АРУ-ТВ, программа «Россия против Европы». Дело в том, что мы давно насилились с этим проектом. После начала известных событий, после 24 февраля 2022 года, жизнь многих из нас несколько изменилась, но, тем не менее, она продолжается, и хочется понимать, что происходит на самом деле здесь. И там вот с коллегами мы решили сделать вот такой телемост, скажем так, «Россия-Европа». Я буду вещать из России по этому поводу, даже под хохлому сегодня оделся, хотя мне говорят, что не под хохлому, но да, вы понимали, кто здесь из России, с другой стороны будет мой коллега, которого, кстати, уже наши пропагандисты окрестили беглым чиновником, хотя писатель, публицист, просто умный человек Андрей Кузичкин находится по ту сторону границы, в данный момент в Эстонии, в городе Таллине, и вот будем проверять какие-то фиги вообще, говорить о том, как происходящие события отразились на нас, на них, чего в принципе ждать, есть ли у России вообще хоть какое-то будущее, но мне кажется, что Россия наша без будущего. Андрей, сразу хочу обратиться, насколько правда сегодня все пропагандисты нам рассказывают с утра до вечера о том, как люди по ту сторону замерзают буквально, вы действительно замерзаете? Стоит вам отправлять, может быть, какие-то газовые баллоны, или вот у меня здесь коробка с зажигалками, с китайскими, они с жиженым газом наполнены, чем могу? Да, ну, во-первых, здорово, что у нас этот проект родился долго-долго мучительно, но, надеемся, будет и жизнь такая же долгая и не мучительной. Рад всех приветствовать на этом канале, в нашей программе «Россия против Европы». Ну, на самом деле, когда мы обсуждали название, исходили из того, что мы не враги и не конфликтующие стороны, а просто занимаем диаметрально противоположное положение на карте мира, поэтому здесь, может быть, предлог «против» лучше бы заменить «супротив», то есть находящиеся друг против друга, но все равно мы вместе. И, разумеется, замечательно то, что у нас с Александром такая миссия рассказывать от первого лица, что на самом деле происходит, он расскажет в России, а я расскажу про Европу. И чувствую, миссия у меня грандиозная просто, да, от имени всей Европы выступать, но, тем не менее, я попробую. И вот, отвечая на первый вопрос, как же мы тут выживаем, ну, конечно, проблема с российским лидером, который не пользуется интернетом, иначе бы он мог просто зайти на любой какой-то портал, русскоязычный, кстати, портал, которых достаточно много в Эстонии, чтобы посмотреть на самом деле, чем мы тут страдаем, от чего болеем и как мучаемся. Ну, от холода, конечно, у нас минус четыре сегодня с утра, поэтому шоу пока до студии, думал об одном, да, как бы не замерзнуть. На самом деле, ну, у Эстонии, наверное, все-таки уникальная ситуация. Как-то вот привыкли к такому нарративу, лишь тампли, это пропагандистские Европы, Европа, как что-то такое, о чем-то единым говорим, но ведь Россия, это же тоже не просто Россия, это 80 с лишним регионов, и жизнь, конечно, на Чукотке отличается от жизни в Москве. И я вам больше скажу, больше скажу, 80 с лишним регионов, из них огромное количество регионов просто не газифицировано, и это правда, могу рассказать, я живу в полуторамиллионном городе Екатеринбурге, полтора миллиона населения, но это население всей Эстонии, если мне память не изменяет, вот я живу вот в таком городе. 12 километров от города у меня дача, летом туда езжу, отдыхаю, летом, осень, весной, там нет газа и не предвидится еще. Обещали там лет 15 назад до 25-го года, сейчас говорят, что ну как минимум до 50-го года даже не рассчитываете, и тем не менее потрясно слушать наших пропагандистов о том, как там Европа замерзает. Наслышан, да, наслышан, конечно, о проблемах с газификацией России, потому что я 55 лет все-таки прожил в России, в городе Томске. Кстати, Томск – газодобывающая область, есть у нас небольшие месторождения, но вот только вот недавно прочитала постановление томского губернатора о проведении газификации сел, которые вообще в окрестностях Томска находятся, то есть это тоже на расстоянии 15-20 километров от областного центра. Только сейчас начинают этот проект реализовывать, газификации сел, известная история. Европа-то вся, конечно, газифицирована по самое «не хочу», и проблема-то была как раз именно с газом. Ограничение на поставки вот этих вот энергоресурсов газа не использовал, собственно говоря, Путин, Кремль, Кремльевская администрация, как такое геополитическое оружие. И, конечно же, сразу страшилки запустили, что вот этой зимой Европа пренепременно замерзнет, потому что «Северный поток-2» не подключили, потому что ограничили подачу газа, значит, перекрыли газ в нашу коммунальную квартиру. Но я-то хотел все-таки довести свою мысль до того, чтобы рассказать. А ситуация в Европе, конечно, очень разная во всех странах. Ну, если кто-то начнет замерзать в Норвегии, тогда, наверное, они могут поехать в Испанию. Кстати, это очень интересная история, не все знают о ней, что в Норвегии, ну, климат, понятно, он приполярный, заполярный. Так вот, в Норвегии дома для престарелых, они весь свой контингент примерно в сентябре-октябре вывозят на юг Испании. То есть все дома престарелых переселяются из Норвегии в Испанию, потому что там все-таки солнышко по зиме, тепло еще, и где-то пенсионеров на родину возвращают уже ближе к маю, когда дни становятся длиннее, эмоциональное состояние у пенсионеров лучшее. Вот, то есть целыми домами, чтобы они, наверное, и не замерзли. Поэтому возможности у Европы согреться, они, конечно, есть, но все дружно в Грецию там откачут. Не, ну, насколько я понимаю, все равно хранилища, они, в общем... Заполнены, заполнены, да. Все-таки подстраховались. Единственная проблема, что, видимо, сейчас цены на какую-то величину выросли в связи с таким вот дефицитом искусственным, скажем так. Но я так подозреваю, что это все равно проблема решаемая. То есть сейчас просто необходимо отстроить логистику откуда-то из другого места, от каких-то других поставщиков, может быть, морем этот газ пойдет, может быть, там какой-то газопровод пробросят откуда-нибудь из... Да, уже пробросили терминалы построя, даже в Эстонии построили терминал Палдиский, правда, пока еще не запустили для приема жиженного природного газа. Но еще есть одна такая история, что все-таки в структуре энергетической, в разной стране, конечно, газ тоже разную долю занимает. Например, в Эстонии тоже был газ импортируемый, но на Россию приходилось только 7%. А другое дело Германии, где 80% газа они получали именно из России. Поэтому зависимость от российского газа была очень разная. Но газ все-таки здесь, в Европе рассматривается не как источник тепла, потому что все равно мы этот зеленый поворот более-менее совершаем, то есть переходим на возобновляемые источники энергии, там солнце, ветер, гидроэлектростанции, ну и атомные электростанции, которые сейчас хотели остановить в рамках зеленого поворота, теперь все-таки пролонгировали их работу, запуская даже кое-где реакторы остановленные. Но самое главное, что все-таки газ для Европы – это промышленное сырье, а не столько источник тепла. Поэтому когда говорят, что да, замерзните, замерзните, нет, опасность все-таки в том, что некоторые промышленные предприятия, конечно же, вынуждены будут как-то перестраивать свою работу. Сельское хозяйство может пострадать, потому что именно тепличные большие комплексы, агрофирмы, там активнейшим образом тоже газ используется. А в Таллине, когда у меня супруга тоже заволновалась, конечно, после этих вот известий об ограничении подачи газа, все прочее, стала спрашивать, что мы теперь замерзнем в Таллине у нас. А я ей говорю, не замерзнем, потому что мы не газом отапливаемся, а щепками и старыми шинами. Она как, так, это что такое? А на самом деле, я посмотрел наши теплоэлектростанции, структуру употребления. Да, да, у нас дерево много, леса рубят, делают пилеты, такие деревянные гранулы, прессованные из опилок. Вот это вот хорошее очень топливо, а еще перерабатывают старые шины, тоже из них делают топливные гранулы. Конечно, это экологически топливо еще то, проблемы с сгоранием, большим количеством серы выделяется при этом, но есть фильтры, уловители этой серы. И поэтому, да, у нас теплоэлектростанции работают именно на своем природном сырье. Газ мы для отопления города не используем, только отдельные какие-то, может быть, локальные котельные. Причем у нас есть центральное теплоснабжение, еще от советских времен осталось. А в Германии, например, его и не было никогда, и нет. Там все локальные какие-то сети. И тут уж то, что используют для отопления. Но, к сожалению, наша пропаганда, ты же знаешь, она заточена под кого? Под людей, которые, в общем, не умеют думать, напрягать мозги, недаром кто-то. Вот я все время забываю, кто автор этой цитаты, что, да, Путин опирается на самую бестолковую часть населения, скажем так, самую безмозгую, на самый безмозгный электорат. И на них, собственно, и ориентируется пропаганда, когда они рассказывают вот эти вот сказки. А у нас сегодня, к сожалению, не принято людьми даже хотя бы пытаться перепроверить информацию, куда-нибудь залезть в процессе просмотра телевизора, я не знаю, вот так вот с телефона зайти в Яндекс и почитать. А действительно оно там в Яндекс, в Гугл, неважно. А действительно оно соответствует действительности или нет. Неохота. Мы верим, потому что нам так сказали по телевизору, потому что нам хочется верить в то, во что мы верим. Вот такой еще вопрос. Очень много говорят, что прям вот мы с тобой по-русски вроде разговариваем, но нам пропагандисты рассказывают, что у вас по-русски прям вот чуть ли не арестуют на улице. Если ты заговоришь по-русски, ну хотя бы материться-то разрешают на русском языке, или как с этим дела обстоят? Опять ситуация очень разная по разным странам. Но вообще тема использования русского языка в публичном пространстве, она, пожалуй, актуальна только для Эстонии и для Латвии, где в населении доля русских это около 25% и там и там. В Литве это, например, уже меньше 3%, для них это совершенно не актуально. А в Латвии и в Эстонии – да, но и все-таки разные подходы. Эстония считается более таким либеральным государством, поэтому у нас недавно одна партия, такая правонационалистического толка, называется Эстонская консервативная народная партия, попыталась в Риге-Коку проект закона внести, запрете использования русского языка в публичном пространстве. Но, естественно, там даже на уровне комиссии этот закон не прошел, а уж тем более на уровне парламента никто его никогда не поддержал. Ну, это просто невозможно. Эстония – маленькая страна, да, у нас миллион триста тысяч человек, но триста тысяч с лишним – это русскоязычные. И поэтому… Ну, это чек, вот, на земле. Ростеркомпера взять и убрать, да, русский язык из публичного пространства, ну, конечно, не получится. Поэтому у нас есть и медиаресурсы, порталы на русском языке, причем финансируется государством русскоязычный телеканал, государственного телевидения. У нас есть много своих частных каких-то русскоязычных, медиа, работающих на рынке, и печатных изданий, интернет-изданий, естественно, и телеканалы есть русскоязычные. Московский комсомолец, как франшиза у нас издается. Московский комсомолец Эстонии. Звучит, да, потрясающе. Продолжает выходить, издается и печатается. Сколько лет прошло, когда уже комсомольц последний ушел, уехал из Эстонии. А вот, тем не менее. И я не сказал бы, что совершенно никаких проблем с этим нет. Матеряться, к сожалению, да. У нас, видите, еще, скажем так, локация русского языка, она неравномерная по всей Эстонии. Есть у нас, у нас уезды, да, вместо областей у нас есть уезды. Мааконт называется по-эстонски. Так вот, например, есть восточный такой уезд, Ида-Верума, где Нарва. Там 90% населения русский, поэтому русский язык там гнездится. И в самом Таллине, где почти половина населения русскоязычных, есть район Лас-Намя, ну и Копли, наверное, еще прилегает. Так вот, там тоже в основном живут русскоязычные, ну, подавляющее большинство, по меньшей мере. И русский язык в основном, конечно, там. И поэтому, ну, это как гетто, не гетто, но, тем не менее, если вы приедете в наш район Лас-Намя, где я, конечно, как русский тоже живу, арендуя квартиру, то, естественно, и в магазинах, и в аптеках, и на станциях техобслуживания, и в общественном транспорте, естественно, там русский язык – это основное средство общения. Поэтому все объявления дублируются на русском языке, все надписи, даже если вы в аптеку придете, там вкладыши обязательно где-то есть на русском языке сопровождаются. То есть у нас такой вот небольшой, как бы, да, осколочек русского мира сохраняется, поэтому русский язык там бытует. И его на законодательном уровне вы просто, конечно, никогда так не прихлопните и не вытесните. Ну, насколько я понимаю, там есть проблема еще, есть вот такая проблема, что люди, просто мне рассказывали ребята, которые живут в других странах Евросоюза, и в том числе те, кто живут в Эстонии, тоже рассказывали, есть проблема, что когда бывший россиянин, или просто россиянин, да, переезжает, эмигрирует, проблема возникает, что он не хочет учить язык вот той страны, в которую он приехал. Он просто упорно не хочет этого делать, потом жалуется, говорит, на работу не могу, устроиться там, каких-то льгот добиться не могу. Ну, вот я воспринимаю, что ты, блин, язык выучить не хочешь той страны, в которую ты приехал. Чего ты тогда ждешь от этой страны? Как ты к тебе, да, вот ты к ней задом, как-то изгушенную, и к тебе так же. То есть просто слышал, не знаю, соответствует, не соответствует она действительно. Немножко не так. Вот как раз приезжие, которые хотят найти здесь работу, они усердно учат эстонский язык, кто-то даже за три года там до самого высшего уровня доходит, да. А беда с теми русскими, которые здесь живут и родились здесь, и более 30 лет уже, да, независимость. Эстония восстановила 30 лет назад, уже с небольшим. А люди живут здесь по 50, и по 60 лет родились в Эстонии, и они совершенно не знают эстонского языка, но только на уровне тере-тере. То есть привет-привет, вот и все. Вот здесь вот проблема как раз зарыта. У этих людей, которые приезжают в Эстонию работать, у них мотивация есть учить эстонский язык. А вот которые здесь всю жизнь прожили, и как-то вот без эстонского языка обходились, вот у них мотивации практически никакой. И поэтому здесь у нас все на уровне школы зарождается, потому что в Эстонии, хотя единственный государственный язык эстонский, но есть две совершенно параллельные, практически независимые образовательные системы. Есть школы на русском языке, русские школы и школы эстонские, где преподавание ведется на эстонском языке. И программы у них совершенно разные. А финансируются они за счет чего? Они финансируются за счет местного самоуправления. У нас, да, государство тоже какие-то образовательные проекты финансирует, но там на условиях софинансирования, инвестиции в строительство, еще что-то такое. Ну, муниципальное, грубо говоря, финансирование, я правильно понимаю? Нет, извините, да, это муниципальное финансирование. То есть государство вкладывается тоже, но там что-то датирует путем дотации, путем каких-то инвестиций в строительство, например. А так в основном, конечно, как и в России, тут очень похожа структура бюджета по расходам. Это, конечно, опять-таки образование, здравоохранение, всякие социальные проблемы, коммунальное хозяйство. Вот тут ничем не отличаемся. И, само собой, вот эти вот русские школы получают, ну, считайте, государственное финансирование или муниципальное, но, тем не менее, живут в совершенно своем мире. И единственное, что как раз все-таки послужило, ну, таким триггером, что ли, может быть, вот эти вот события, начавшиеся в Украине, этот конфликт, то, что, конечно же, экстренным, ну, экстерном решили перевести все русскоязычные школы на эстонский язык образования, переход начнется уже со следующего года. Вот. Это тоже результат как раз того, что происходит в Украине сегодня. Хлестануло, хлестануло, и да, по нам, по нам тоже хлестануло. Наверное, вот такой вопрос многих интересует, да, не секрет, что после начала известных событий из России уехало более миллиона человек, в разные страны люди поехали, кто-то все еще собирается, кто-то все еще планирует, но у нас каждый день все течет, все меняется здесь, на территории Российской Федерации. Наверное, людей понять можно, кто-то просто боится, кто-то просто не видит каких-то перспектив дальнейших, кто-то держит в голове, что, наверное, нам надо попробовать куда-то. Вот. Что можешь посоветовать, если вдруг вот тому человеку, который, ну, сейчас, например, сидит и подумывает, поехать, например, в ту же Эстонию? Во-первых, примут, не примут, во-вторых, найдет ли он там работу? Вот насколько вообще сложно со всем этим, с жильем, ну, и вообще в плане отношений тоже народ интересует, потому что здесь пропагандисты запугивают, чуть ли вот там только появишься где-то на улицах гееропейских государств, расстреляют, с дубиной на тебя нападут, там кувалда и как нужно казнят потом в случае чего. Ну, по крайней мере, вот такие слухи сплетни распускают. Ну, в Эстонию уже из России никто практически не попадет, потому что, да, еще с сентября месяца Эстония прекратила визовое обслуживание граждан России, теперь визы выдаются только по гуманитарным соображениям, если кто-то там, например, умер, краткосрочная виза для посещения родственников в Эстонии, это так. То есть как раз вот то, что мы называем санитарный кордон, страны ЕС, граничащие с Россией, это Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, фактически границы закрыли с Россией. Поэтому тот, кто успел, тот приехал, кто не успел, уже теперь не заедет. Только что у нас опубликовало Министерство внутренних дел квоты на принятие, значит, здесь иностранной рабочей силы. У нас всего 1300 человек в год попадают. Ну и там по квотам расписано, для промышленности, для IT-сектора, еще что-то там, сколько человек могут принять и дать рабочую визу. Но сразу оговаривается, кроме граждан России и Белоруссии. То есть даже если вы нашли работодателя в Эстонии, визу вы уже сюда до въезда не получите из России. Вот. Что касается других стран Шенгенской зоны, там ситуация тоже очень разная. По-прежнему еще визовое обслуживание есть, например, на Кипре, или в Венгрии, или в Германии. Но это все-таки в целях туризма посещения этих стран. Сейчас прием россиян по рабочим визам фактически тоже уже обнулен, аннулированы эти основания для езды в страну Шенгена, любую страну Шенгена по рабочей визе. И только что вот Германия, например, они наоборот, либерализовали несколько режимов въезда из России. Но для граждан, которые получают визу по гуманитарным соображениям. То есть речь идет все-таки вот об эмиграции, политической эмиграции, о преследовании политическом со стороны правоохранительной системы российской. Они мобилизованных, которые не желают все-таки оказаться на Донбассе, в окопах, тоже принимают. Германия принимает. Если бы только на Донбассе, в окопах, все бы было проще. Ну, понятно, да. То есть вот все-таки в Германию еще можно попасть, только я не представляю, конечно, какая там логистика. Но каким-то образом, видимо, через Казахстан, через Турцию это все же возможно сделать. Но, тем не менее, в Эстонии вот до того, как границы с Россией у нас фактически закрылись, у нас фактически закрылись, будем уже честно об этом говорить, граница с Россией закрыта теперь. Туда-сюда ездят граждане России, только обладающие видом на жительство, долгосрочным видом на жительство в Эстонии. А просто вот из России повесить, теперь заехать сюда практически невозможно. Поэтому у нас и один пункт погранперехода в Нарве закрыли, и можно было пешком пойти, пройтись. И разворачивают на границе практически каждый день по 15-20 человек, которые все равно по каким-то еще старым визам, годовым визам пытаются заехать, но они тоже аннулированы. Даже если у вас была виза до конца декабря 2022 года, тем не менее, ее действие уже аннулировано, вы заехать не сможете. Так что, товарищи, у кого еще такие визы есть, считайте, что да, их уже нет. Но, тем не менее, вот те, кто приехали сюда, в Эстонию успели. У нас число беженцев резко взросло. Если в прошлом году 15 человек попросили о политической защите, приехали в Эстонию, попросили этой защиты, то в этом году их число почти в 10 раз увеличилось. Те, кто ищут убежище, соискатели убежища, называется, по линии международной защиты из России. А бегут с чем, главным-то образом? То есть, там же, я так понимаю, статус беженца можно получить по огромному, по целому огромному списку, грубо говоря, даже представившись геем. Ну, человеком нет традиционной сексуальной ориентации. Все-таки с чем чаще обращаются? Ну, чаще все-таки обращаются. Тут как раз Путин, я не говорю режим путинский, потому что у вас это запрещено, а у нас только так его и называют. Да, достаточно привести доказательства, что ты был активным блогером. Не хочется вас туда как-то подставить. Блогер, например, если активный. То есть, Путин как раз облегчил путь загранковую в эмиграцию для граждан России, когда вот эти драконовские все законы были приняты о цензуре, о запрете там сравнения Советского Союза с гитлеровской Германией, о почечении Путина с Гитлером и масса-масса всяких этих разных ограничений. Статус иноагента даст какие-то Статус иноагент это все автоматически срабатывает, автоматически срабатывает. По статусам иноагента можно смело приезжать в любую страну европейскую и просить политическое убежище. Поэтому я и говорю, что это путевка в жизнь. Все эти законы, статус иноагента это со стороны как раз российского правительства, со российских властей это стали путевкой в жизнь, то есть путевкой для эмиграции. Вот. И есть такие, но их, конечно, немного. Все равно, да, если даже 100 человек успели приехать сюда, конечно, еще работники IT-хектора. Была просто релокация даже из некоторых стран, других, где жили граждане России, например, на IT-шник, работал там в Белоруссии или еще где-то, они тоже потом уехали вот сюда. В Эстонию могли приехать и в другие какие-то страны Европы. Поэтому, поэтому, да, ну, насколько я в курсе, недавно у нас было тут такое мероприятие антивоенный хакатон, и как раз были журналисты, которые уехали из России, вот месяц назад, два, четыре месяца назад кто-то через Финляндию в Эстонию заезжал. Ну, как я понял, что бытовые проблемы они по меньшей мере решили. Конечно, мы приняли более 60 тысяч украинских беженцев, это нагрузка на маленькую Эстонию, на нашу инфраструктуру, но, в общем, жилье еще можно найти, еще можно арендовать. С работой, конечно, проблема большая, но поскольку русскоязычный мир у нас тут есть и существует, хоть и автономный, параллельно, но, тем не менее, можно каким-то образом трудоустраиваться, даже только овладея русским языком. Но с перспективы, естественно, изучение государственного эстонского. И подзану, не могу не задать этот вопрос, потому что мы уже просто время эфира подкатывается к концу. Подзану, что там за история была со сносом, и именно, кстати, в Эстонии, именно в Таллине, даже, по-моему, могу ошибиться, потому что несколько раз проходило по разным пропагандистским сми российским, в этом говорят, памятники Великой Отечественной войны сносят. Что это за история? Да, вот русский язык богатый, потому что можно сразу смысл исказить, если только убрать одну приставку. Сносить и переносить, например. Поменяли. Сносить и напереносить. Совсем другой смысл. Конечно, никто памятники не сносит, но действительно, вот опять-таки, события 24 февраля стали катализатором более жесткого такого отношения и к советскому наследию, потому что у нас в Эстонии достаточно много было памятников именно временно Великой Отечественной войны, после войны, конечно, установленные в основном, и, естественно, было принято решение о том, что публичное пространство в Эстонии нужно освобождать от напоминания о периоде оккупации в советском времени, ну и к тому же эти памятники теперь стали и символом еще и российской агрессии в отношении Украины, но такое было постановление принято Регикоку в нашем парламенте, и поэтому начался перенос этих памятников из публичного пространства в музейное, например, много было шуму, гамма вокруг переноса танка, Т-34 стоял такой у нас памятник танка в Нарве, да, вот именно эти кадры облетели в Нарве, да, много-много было, много было шума, потому что такое сакральное место, туда все приходили с цветами 9 мая, и этот танк перевезли в музей военной истории, ну, недалеко здесь от Таллина, в городке Вимси, вот, и, но во всех самоуправлениях Эстонии такая же история началась, потому что где были воинские захоронения посреди дороги буквально, их всех, все эти захоронения переносят теперь на кладбище, ну, естественно, демонтируют и могильные плиты и тоже приносят их на кладбище. Если это были памятники, не привязанные к конкретному какому-то событию, ну, там памятник, как у нас назывался, каменный Юрий на острове Саар-Эма, вот, он просто стоял камень, непонятно кому, посвященный, ну, с изображением там красноармейцев в каске, ну, этот камень тоже демонтировали, перевезли, убрали куда-то поближе там, да, к музею национальному. Ну, то есть, вот, именно из публичного пространства убирают, убирают теперь, или на кладбище приносят, если это захоронение, или, значит, в музее, все-таки в музее. Но пока еще не решен вопрос с советской символикой архитектурной, потому что у нас на фасадах многих зданий, например, в том же самом Таллине, эта символика сохранилась, серп, молот, пятиконечная звезда, и есть решение, что эти символы тоже нужно демонтировать, но по этому поводу как раз идут дискуссии еще внутри правительства. Все, ребята, уже выехали за рамки хронометража, спасибо большое, что были с нами, продолжим через неделю, будет много интересного. Александр Маленков, Андрей Кузичкин, АРУ-ТВ, реальная журналистика, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова